Курица, курица, шмонька потлатая, короче, орёт на неё, она ему в ответ отвечает, ты хрыщ усатый, всю жизнь мне испортил, вот надо тебе было следить за своим вот этим клубом кенгуру, а он знаешь, что он ей отвечает на это? А он ещё прям так и сказал, что ли? А-а-а, так кто-то и было, там, короче, крики, вопли, 3 часа ночи на улице, ты-то спишь, она орёт как резаная, там аа-а-а, он такой, а он и говорит, ты бы свою вот эту шайтан-машину кричащую закрыла, люди на улице спят, а он говорит, а она чё, а она ему говорит, а ты бы лучше меня вообще замуж бы не звал, я бы вышел за там вот этого Ярика, который там с соседнего двора был, что прям так и сказал? так и сказала он горит это он горит это развод развод все развод а я не знаю там походу такое и было я не знаю после того как у них короче вот этот клуб кенгуру в предыдущей серии ограбили у них там как пушка вообще просто слетела этому каналу и понятно но и понятно весь бизнес просто ко дну пошел также как и жизнь они там ругались срались прям всю ночь я уснуть не мог я просто на нервах на нервах на эмоциях был а ты вырубилась и прям как суслик с палатом до самого утра а ну я то да я то есть как это каждый день я люблю спать она любит очень это я знаю да ой ладно короче вот это вот все конечно интересно на же там поставочка поставочка мышцы бабки то потратили да у нас же было там в карманах примерно тысяч так 26 27 вы прикиньте сколько бабок мы заработали не работая только уже по сливки по моему такое возможно только только в этом городе такое возможно 10 тысяч нам отдал тренер когда я сагна шандерахнулся 10 тысяч нам отдали менты когда я якобы представился прокурорами там пару тысяч мы еще где-то там я заработал на ноготочках вообще катя на ноготочках заработала я у пацанов вот этих мелких там по 100 рублей отжал когда они там у меня за компами играли поэтому у нас здесь три сундука огромных катя сейчас в этой серии мы обустроим наши игровые яйца и нашу лаванду настолько круто то что завтрашнего дня у нас каждый день будет просто максимальное количество посетителей и народу будет просто по полные салоны ура 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 я так рада я так давно об этом мечтала господи у меня будет свой салон да еще и такой красивый так но я в первую очередь тебе купил освежитель пердеж ты купил сколько штук освежителей пердежа 5 освежителей пердежа 5 ты много пукаешь поэтому и 5 купил дальше три радиатора купил как бы зима близко новосибирск жопа сливка очень холодно ну и немножко часов ты мне докупил что-нибудь да теперь я купил пару стульев и пару столов и лампы ну да что тебе еще надо то есть ты купил себе освежители пердежа вертолеты смысле вентиляторы стал и всякие компуктеры что ты тут еще себе я просто я я тебе купил компьютер чтобы ты там могла через интернет записывать вот это первую очередь компьютер я тебе купил стереосистему чтобы ты могла своим вот этим курицам которые приходят ноготочки делать что ты музяку то могла включать и чтобы они сразу и сказал забирать все что здесь есть все что я себе еще комп администраторский купил чтобы он круто выглядел забирай все вылези из сундука пожалуйста забирай все и потопали у нас много с тобой дел надо обустроить свои салоны свои яйца и лаванду ну посмотри посмотри как классно теперь стало слезы радости аж прям доворачивается катя вот это практически то о чем я мечтал всю жизнь у меня есть собственный компьютерный клуб час подожди подожди еще кейс у меня здесь еще пять ноутбуков есть а я сейчас это все расставлю дети детишки наконец-то смогут играть в онлайн игры и в кс-го играть против настоящих людей они против ботов потому что я установил наконец-то вай фай роутер и сейчас в нашем заведении есть интернет наконец-то ура можно теперь просто не втыкать ноутбука нормально сидеть интернете а не делать вид что сидишь и у меня плюс к этому всему в запасе еще два ноутбука осталось и даже один ноутбука те там подарил чтобы она там записи всякие вела катюх нами маникюр щит будет здесь раз два три и ты четвертая самая главная маникюрщица будьте здесь в одно время сразу четверым каким-то курицам но ноготочки делать хай вот смотри зал ожидания даже зал ожидания могут сюда приходить могут здесь я даже тебе я даже тебя уже подсадил нас и житель пердежа вот смотри но даже у тебя он есть ладно я считаю что это наверное заменимая вещь когда в нашем салоне будет очень много людей будет понять как тухлыми пирожками бабушки кстати выйди выйди на улицу смотри смотри этому это мое а это твое нифига себе ну согласитесь что что красотища просто жесткая ну как это круто выглядит ты понимаешь ты понимаешь только знаешь что нам нужно нужно скоро будет на аренду следующих месяцев кстати да у нас еще осталось примерно две-три недели аренды вот этого помещения красотища ского такого а потом надо будет заново платить за это все поэтому за это время мы с тобой катя должны клиентов прям найти очень большое количество я думаю они будут продано что продано до вывеска здесь продано так быстро смысле продано когда продано так это самое ну подумаешь и грабили ничего сразу продавать четыре дня назад их обокрал тот кент тут черт балаклавис который мы познакомились который у меня был в долгу он их обокрал и за эти четыре дня они уже успели найти новых покупателей продать вот этот клуб кенгуру это же даже уже не клуб кенгуру называется это просто называется продано это просто продано называется просто клуб продано называется пойдем глянем что ли что там вообще неужели настолько сильно вот это ограбление повлияло на их жизнь да не верю и не верю опа ну да давай спросим здравствуйте не подскажите пожалуйста тут вот этот хрящ усатый ну смысле не вы хрящ усатый там еще есть один хрящ усатый этот тренер со своей ранее тренинга даст этой курицы и общипанной чё надо чё забыли клуб кенгуру закрыт идите в другое место задницы качать так молодой человек мы сюда не задницы пришли качать а спросить у вас что случилось и почему продали это владелец разорился клуб обокрали вот его и продал понятно то есть клуба больше не за подожди подожди я уверена это какой-то его опять коварный ход у него много денег я уверен что сейчас построить рядом новый откроется заново под другим именем так и подожди так он же строил это заведение с самого нуля он он выстраивал здесь каждый кирпичик думаешь если бы у него не было какой-то вот такой критической ситуации в жизни он бы продавал это заведение свое если он душу и все деньги в него вложил наверное самые последние деньги к нему подожди да ты подожди все я пошел по своим делам дайте иди в задницу он продал у рода так значит у него денег сейчас много он может новое что то сделать продал ну так есть подожди всю технику которая там была внутри грабитель обокрал все украсть сейчас подожди подожди секундочку прочее предыдущей серии в конце пришел этот странный грабитель с которым мы договорились и он видимо настолько сильно здесь все обокрала то что тренер решил закрыть просто свой бизнес если у него бабок короче посмотри пожалуйста предыдущую серию чтобы быть в курсе если еще не видел что получается это наша вина то что вся его жизнь пошла коту под хвост так это он сам первый начал вообще нет я все жизнь бывают конкурент конкуренты он собака то такая сутулая блохастая даже не отрицаю он составил нам конкуренцию открылся в тот же день до половина посетителей пошла к нему половина посетителей пошла к нам ну точнее все посетители к нему пошли к нам вообще но проблема в том то что не закрывал наши бизнесы и не разорял нас и мы с тобой не живем наверно сейчас где-то на помойке возможно у него там долгов куча и он продал вот это как раз таки свой кенгуру сраный клуб чтобы оплатить все долги ты хочешь чтобы я вообще чувствую сейчас себя отстойно я не хочу себе винить потому что он тоже виноват на подумаешь моему там по писяки нарисовали там стекла выбили но мы же ничего такого не делали ограбитель я говорила что не надо тебе его просить ничего грабить не надо поэтому это не мы это не мы ограбили его грабитель твой ограду вот именно а мы ограбитель обгадил обгад гараж вот именно грабители ограбил обгадил обгаде он ограбил а мы обгадили всю его жизнь вот с этим ограбление то не надо себе так сильно винить на пойдем извинимся в конце концов на что мы не люди что ли пойдем к нему домой извинимся а кстати реально мы же знаем где он живет наши предыдущие квартире где мы жили в начале этого сезона и он он потом пришел и выгнал нас давай просто к примирению просто придем потому что меня реально это совесть сейчас замучает если мы будем знать то что мы человеку всю жизнь просто испортим понимаешь надеюсь у нас не убьет я тоже очень сильно если убьет то будет шопа просто огромная ну или не жопа а вот эта скука голубая голубая будет давай позвоним я не знаю это как-то слишком плохо давай откройте сегодня дверь эти проклятый ой выйди обратно выйди ты чё в дверь-то вламываешься так открыто же если дверь открыта не значит что мы можем туда заходить тренер тренер чик-чик тренер танечка вы здесь танечка мы извиниться пришли по ходу никого нет и чё это значит можешь в хату зайти выйди отсюда обратно и пойдем зайдем посмотрим никого нет учет и давай мы просто здесь их подождем они сто процентов скоро вернуться спокойно да давай просто посмотрим проведаем обстановку тем более это хата нам как родная мы здесь прожили примерно ну серии так 15 вот ты посмотри какой ремонт да какой ремонт кран до сих пор воду вверх пускает какой ремонт а здесь на что за наше отсутствие здесь что-то изменилось ничего осеньки себе ах ты посмотри на эту плазму я тебе говорю что у него есть деньги иначе откуда бы все это ну вот смотри вот тот хлеб который у нас там стоял примерно два года он до сих пор там стоит вот здесь это декорации хлебная декорация ты смотри какая кровать у нас у нас задрыпанная кровать было тут смотри какие пружины можно кувыркаться днем и ночью даже не позвоночник смысле не в том плане кувыркаться забей ты ничего не за все тихо яблочки тут свеженькие целый ящик уже что-то сломала я ничего не вам а нет это неправда офигеть конечно диван какой плазма да блин нам о таком мечтать только можно смотри у то ты смотри у танечки бриллиантовые здесь кольца всякие да у них полно бабок чем и нифига си ой тут что то есть где в ящиках посмотри записки какие-то и справка об освобождении кого освободили там сейчас подожди но если мы уже зашли значит надо все прочитать все прочесть и конечно давай давай про про все и все нижнее белье их посмотрим да 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 ты ищи трусы подожди уведомляем что граждане евпатии калавратии тренера зовут евпатии калавратии мы его всегда и подожди ли это не о нем подожди уведомляем что гражданин евпатии калавратии был освобожден из места заключения строгого режима 12 мая 2019 года что в мае этого года всего лишь с этого момента гражданин евпатии пробывший в местах заключения на протяжении пяти лет больше не является заключенным подожди здесь еще вторая страница с уважением с уважением старший майор генерал иван иванов и банько и банько и банько наверное не не банько и банько банько фамилия польская банько ну смешная фамилия у человека но ситуация не как бы ситуация смешная но страшная подожди так это получается он вышел вот буквально несколько месяцев назад откуда-то деньги подожди я ничего не понял тренер на протяжении пяти лет пробыл в тюрьме что же он такого сделал за что на 5 лет да хватит греметь там уже так сейчас подожди здесь щупка что то есть билет на самолет жопа сливка таиланд билет на собачки после числа дикое число нет бесчисленные билеты интересно наверное ближайшие билеты даже здесь два билета и жопа сливки в таиланд жопа сливки аэропорт есть мне кажется тут личный самолет нет интересно подожди за пять лет у нас сажает только либо за убийство либо за какой-то разбойничество, ну типа кому-то... Либо жесткий какой-то криминал, какую-то подставу или еще что-то. Подожди. Справка о освобождении. Евпатий Калавратий А.К.А. Тренер пять лет в тюрьме просидел. Сейчас он купил два билета, скорее всего, на себя и на Танечку, в жопа-сливку. Точнее, из жопа-сливки в Таиланд. И продал кенгуру. И продал клуб кенгуру. В смысле, не кенгуру продал, а клуб продал свой. Подожди, если он продал клуб кенгуру, значит, у него дофига сейчас бабок есть. Ищи, 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 возможно, где-то под кроватью посмотри. Иди в сральники посмотри, я не знаю. В сральники, да тут ничего нет, тут кран только сломанный. Так, подожди, справить нужду? Подожди, это не то. С вентиляторы. Ну здесь ничего нет, на балконе ничего нет, Кать. Мусорки может. Подожди, тут какой-то кейс в мусорке, смотри. Кейс в мусорке? А ну, дай сюда, дай сюда. Держи, я не знаю, как это вообще открывается даже. Он без пароля. А, да? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 20 по 5000, 20 по 5000, это получается 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, юный математик, блин. 900, милли, миллион? В этом кейсе миллион рублей. Ты, отдай, отдай я его брату унесу в мусорку. Ты хочешь, чтобы нас опять посадили? Мы уже все отсидевшие, не надо нам больше такого. Миллион рублей. Офигеть. Это, наверное, с продажи кенгуру. Он, подожди, 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 еще раз, подожди. Выстраиваем логическую цепочку. Он сидел в тюряге 5 лет, вышел наружу, в смысле, вышел из тюрьмы, вышел наружу тюрьмы, одолжил лям у Геннадия, вот этого и Калавратия, ну, в смысле, Петровича. Он, ну, сейчас как бы бизнес прогорел, у него нету бабок, чтобы вернуть Геннадию Петровичу, значит, он продал обратно клуб кенгуру, но купил билеты в Таиланд, и упаковался деньги в кейс. Это, наверное... В мусорку. А это значит, что, наверное, все деньги он не будет возвращать Геннадию Петровичу, если они так оперативненько уже ко всему подготовились, упаковали все деньги и купили билеты в Таиланд. Криминалисты. Куда мы попали? Что это за жопа-сливка? На каждом шагу сплошные преступники. И мы с тобой тоже преступники. Мы с тобой не преступники. Если бы мы были преступниками, мы бы сейчас взяли вот этот кейс с миллионом денег, и убежали бы отсюда. Кстати. Нет, 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 нет. Лям. Ты же понимаешь, что с этим лямом мы сами можем на Таиланд убежать. И на Мальдивы, на Таиланд. Да хоть куда! Да в США можем улететь! В Америку! А потом Евпатия и Калавратия вот этот вот нас найдет и засунет этот кейс нам в задницу. Кстати, возможно. И такой исход. Короче, короче... Не-не-не, подожди. Ты понимаешь, что половина сейчас подписчиков будут в комменты писать, что мы с тобой тугудумы, тугудумские, и то, что мы лям бабок просрали, а другая половина будет писать, то, что нет, как бы не стоит, потому что вас тюрягу засудят. Вот это засадят. А ты понимаешь, что мы вообще пришли извиниться перед тренером, а сейчас как-то быстренько поменяли тактику и хотим у него сперить целый миллион? Тоже верно. И мы вообще-то сюда извиняться приходили. Чтобы потом это не было на нашей совести, это будет на совести подписчиков. Напиши в комменты, что ты думаешь, украсть или не украсть. Ладно, все, подожди, 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 подожди. Это... Там что-то взорвалось. Или не взорвалось. Я не знаю. Ты это слышала? Я слышала, может быть, там, не знаю, мусор взорвали. Ну, типа, знаешь, скидывать мусор, а потом его поджигают, взрывают, чтобы он исчез. Может, у кого-то там газопровод взорвался? Ладно, неважно. Ладно, пофиг. Это... Все, перлить, кто-то топает, давай! Быстрее сюда, быстрее сюда! Я застряла, я застряла! Иди на балкон застряла, ты! Тихо, тихо, ты кто? Подожди, это на нашем этаже топали? Не на нашем этаже топали. Ключами кто-то, извиняюсь. Какие ключами? Там дверь открыта, как мы сюда зашли ключами? Катя, уйди тебе, сейчас вентилятор бошку прорезает. Милый усатик, ты дома? Тихо, тихо, тихо. Это Танечка пришла без тренера. Я вижу, что это Танечка. Как нам нужно отсюда как-то сваливать? Подожди, если Танечка... Она сейчас... Типа, ты же, она телевизор сейчас будет смотреть. Что, если Танечка? Если Танечка здесь одна, а тренера нет в кенгуру, то где он? Я не знаю. Как бы нам отсюда запуститься-то? Нам нужно прыгать вниз. Ага, да, с третьего этажа, чтобы мы себе все ноги обломали. С третьего этажа прыгай. Ну, можем Танечку зарубить. Или яйцами обкидать ее. И убежать. А, там Вовочка. Там Вовочка. Вовочка! Что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Псс, Вовочка! Попищай-ка мелкая, сюда посмотри. Здорово, шкет! Мама, папа, привет, что вы там забыли? Да так! Яйцами здесь всех обрасываем. Вот, лови. Спаси нас, пожалуйста. Как он нас спасет, Катя? Это Вовочка. Сейчас надо подумать, подожди. Мама, папа, прыгайте, я вас поймаю. Ты дурак? Вовочка, ты дурак? Ты мелкий, как раз... Ты жива? Давай прыгай ко мне тоже. Ну, мама у тебя, конечно, вообще шишканутая. Я прыгать не буду. Ты... Ты чё, сэкун, что ли? Прыгай! Или тебе батута принести? Батут! Батут! Батут принеси, бадут. Мы тогда оставили там бадуты возле вот этого... Вовочка, неси бадут, а то твой папа сэкун. Да вот бадуты вот возле детского садика. Мы тогда оставляли. С тобой точно всё нормально? Пятки не отбило? Со мной-то всё в порядке. Вот ты сэкун с этого момента. С третьего этажа прыгай-то! Ты мне покажи человека, который специально с третьего этажа прыгнет. Я? Ты случайно прыгнула? Ну ничего, нормально же всё со мной. Где там, Вовочка? Давай ставь бадуты. Бадуты. Ну подо мной ставь. Куда? Ну давай сбоку, чтобы он вообще мимо полетел прям в землю. Ещё один поставь. Всё, Танечка, до свидания. Вовочка, спасибо большое. А сейчас сматывай это место. Всё, Вовочка, давай-давай-давай-давай. Пока-пока. Сейчас я улики уберу. Нет, с нами нельзя, Вовочка. Сматывай отсюда. Убирай свои бадуты и сваливай. Убирай давай. Яйца. Вовочка, яйца забери. Яйца. Дома покушаешь. Давай. Всё, пока. Катя, у него нет дома. Он где сконсадики живет? Фу, блин, напряжёнка какая-то. Ё-пернетят, я же билеты на самолёт у них украл. Ну, в смысле, забыл отдать. Ты чё, хочешь оставить их здесь, на асфальте? Ладно, давай тогда. Мы с тобой в Таилайн полетим, я не знаю. Ну, как бы... Ну, давай. Мы с тобой говорили то, что мы кейс не будем брать, а в итоге два билета на самолёт. Что? Кто? Не-е-е-е. Это кто сделал? Не-е-е-е. Нее-е-ет. Нет. Нет, это в смысле? А чё никто не тушит-то ничего? Вот это по пожарникам, потому что в этой стране уже по сливке нет... Не дрить тебя в позвоночник просто. В смысле? Катя, туши эту лопуду. Нет. 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 Субтитры подогнал «Симон»